Папа милашка с Максимкой Вы такие милые Максимыч Вы такие милые Он выспался, теперь будет на руках у нас сидеть Ну по крайней мере дал нам с тобой Провести с детками Походить Тимофей, мы еще кое чем забыли Все таки будут еще сегодня подарки Они совершенно забыли Я шоколадную Аня, а ну покажи как там жарили А я может просто Засовываешь? А ты скажи, как жарили Насовываем Засовываем на несколько секунд И сразу журтайскому не то подгорит Раз, два, три, четыре, пять Так он же не успел Еще подержи, чтобы он расправился Но не подгорел Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Готово Все, готово Подожди, давай тебе на вилочку А я тоже хочу попробовать Да, мне, пожалуйста, шоколадную О, так он же плавленый какой-то получается Да Так и нужно, его из-за этого же едят А ну-ка, давай Смотри, чтобы не обжегся Попробуй Теперь кушай А где мой Дайте, я попробую Смотри, чтобы не упал Слена, бери в ротик А у тебя конфетка? Конфетка? Давай конфетку сюда выложи Сюда, давай Оно такое плавленое становится Ой, небольшое Я хочу, чтобы он не горячее Но оно не горячее, да, когда плавленое? Экоскалатное Немного Оно горячее? Так, сейчас скажем вам С этой Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Плавится, плавится, плавится Но не горит Плавится, плавится Это вкусное Надо не передержать Ребята, горячее, аккуратно Вкусное? Опа Ага, горячее, аккуратно Гори У меня начало гореть Вот эта плавленая А вот эта у тебя не плавленая У меня нету шампура Ну вроде бы плавленая У кого есть лишний шампур? Вот, тут шампура На, мой Спасибо Вкусно? Хоть поделитесь Мама Вкусное Я же говорю Это сложно передать, короче, сама суть, образуется жареная вкусная хрустящая оболочка, а внутри оно расплавленное, как будто мороженое теплое. Ты кусаешь, а оно у тебя по рту. Вот почему американцы маршмеллоу ужарят на огне, мы никак понять не могли. Реально вкусно. Тема, а я вот так, подожди, положи туда. Может быть, ты будешь такой добрый. Поделишься со всеми. А мы потом еще купим тебе. Ребята, вот это все ваше. Слушайте, реально классная штука. Ребята, вот это все ваше. Я хочу шоколадную попробовать. А вы можете уже свое обменивать на шоколадную. О, спасибо, давай. А, так, давайте делим, а потом поменяем. Вот такой красивый торт. Можешь? Ну, не видно. Видно, видно. Я просто тут сердельку жарю. Сейчас подойду. Давай я к тебе, когда подойду. Я уже подхожу. Ну, смотри. Он с прослойками, с огущенкой, с бананами. Сейчас скажем, какой на вкус. Если пойдет... Боряй, руками не трогай. Если пойдет по вкусу, то обязательно... Тимофей, с тебя рецепт, короче. Я вот хочу снять рецепт на торт. Классно. Если получится, прям снимешь, хорошо его? Количество, порции. Так, тарелки. Поехали, всем раскладываем. Сейчас Анютка приготовила здесь какую-то программу. Тимофей, ждешь программу от Анюты? Как думаешь, насчет чего будет Викторина? Насчет вопросов и призы, конфетки. А какие вопросы, как думаешь, будут? Из семейных изданий. Семейных изданий? Ты хочешь оттуда вопросы? Я сама скажу все. Давай, говори. А папа придет? А, сейчас папа придет. Ты пока скажи. А, окей. Проверим ваши знания. Нет, ты скажи, на какую тему. Пока расскажи о Викторине немножко. А вот это аватар. На тему аватара? О, классная тема аватар. Слушай, вообще шик. Фишка такая, что мы действительно подарили тебе много любви. Ага. Но твой подарок в Иркутске. Легко. Он просто не успел доехать, хотя мы его очень заранее заказывали. Папа даже в магазине сказал, что обязательно он должен прийти до 30-го числа. Нам свято это обещали, что он 20-го числа будет. Но твой подарок, к сожалению, видимо, застрял где-то. И только вчера пришла вечером папа СМС-ка, что подарок приехал в Иркутск. А в Иркутске мы будем 6-го числа. Поэтому дополнительно к нашей большой любви твой подарок ждет тебя в Иркутске. И обязательно 6-го числа мы его подарим. Снимем обязательно, что там и как там. Но, чтобы подсластить пилюльку, пилюльку подсластить, чтобы тебе было не так печально от того, что твой подарок где-то там на почте лежит и ждет тебя одиноко, и ему холодно. Надеемся, он не умрет, пока там будет ждать, его покормят. В общем, мы решили на всю вашу компашку сделать подарок. Сегодняшний день рождения сделать подарок на всю компашку. Как вы думаете, что здесь? Я думаю, что это мошенники, которые могут ехать по потолку, по стенам. Боречка, Боря, Боря, не трогать. Никаких игр. Что это? Как ты думаешь? Что это? Это то, чтобы он забирал. Я хочу ващить. Коробка очень похожая. Я думаю... Не знаю. Зубная щетка. Вот такая огромная. Что это? Настольная игра. Настольная игра. Я тоже думаю, что это настольная игра. Настольная, но не игра. Короче, вы были все очень далеки от правды. Тимофей, подходи. Открывай. И всем сообщи, что это такое. Это вертолет? Бери, бери его в руки. Не-не-не-не, открывай, бери. Давай. Это мама заказала набор химика. Вау! Помните, мы у вас спрашивали? Да. Хотите ли вы такой? А я очень хотела подходить спрашивать, когда вы его собирались заказать? То есть он так и вовремя? А Бо, папа, забирая этот набор, думал, что это твой подарок. Покажи, покажи. Только удивился, почему он в такой коробке. Красота. Смотри, сюда подойди. Сюда подойди. Что там? Ты же, Тимофей, бегаешь с этим. Вещества! Вещества! Кто любит вещества разные? Я! Кто ждал все эти... Так, Боречка, отоди от, пожалуйста, оттуда. Кто ждал все эти вещества? Я! Это самый огромный набор, который мы нашли вообще в интернете. Мы обыскали все. Есть намного меньше опытов. А здесь... Давай, Боречка, садись. Сядь, а то я за тебя переживаю. Сядь. Вот так, чтобы ты не бегал возле костра. Сколько? 145 опытов с веществами. А? А? У! Точно! Тимофей, ты будешь тот, кто вскроет его. Но это на всех подарок. Но это уже дома. Давайте не здесь. Да, дома. Можешь его даже раздвигать, отнести домой. Надеюсь, что этот как-то сгладит. Ну вот, произошел реально казус. Мы ему заказали уже очень давно. Прям звонили еще в начале апреля. И говорим, ребят, для нас это важно, что у ребенка день рождения. Все сделаем. Мы его маленький обзорчик снимем. Ну, я имею в виду, когда будем дарить, мы покажем обязательно. Вот, поэтому жалко. И мы были уверены в полной уверенности, что пришел Тимофея подарок. Просто немножко нас удивила коробка, потому что он должен был прийти в другой коробке. Но мы подумали, ну мало ли. Ну, ну, вообще, может быть, это реально, нереально. Дело в том, что он был запакован с почты. Да, и мы пока вскрыли, пока поняли. И я сегодня его вскрываю. И Горяк думает, ну, перед тем, как Тимофею дарить его подарок, нужно вскрыть упаковку. Ну, чтобы красиво пленку вот эту всю поснимать. Все в чем он был, это... И он приходит, говорю, мне, Таня, что делать? Прямо перед тем, как мы сюда выходили, что делать? Подарка-то нету. Я говорю, вот это мы попали. Неси Тимофей. Моя пиротехника зато есть. Так, да. Ну, вот мы знали, что ты порадуйся. Относи его домой. И мы будем сейчас... У нас возникла идея. Попробовать с маршмеллоу постоянно снимать корочку. Она самая вкусная. Мама. Получается? А-а-а, класс! Вторая корочка, ребята. Короче, чтобы вкусно кушать маршмеллоу, поджаривайте его для корочки. Маршмеллоу. До корочки, для маршмеллоу. Она запекается, становится такой, этой, сухой. Так, смотрите. Я попробую с этой сделать. Круглой можно. Еще одну корочку можно снимать. А дальше уже остается. Не. Ну, короче, две корочки можно снять и третью съесть уже. Но тут уже не снимешь. Ты его почистил. А, нет, с этой не снимешь. Ты его почистил. Сняла. А ты уже свои съел, ты много съел. У мамы даже столько, сколько у тебя нет. Как будто внутри мороженое. Мне вот это там понравилось клубничное. У меня вот это. У меня нравится шоколадное мороженое. У меня клубничное. Короче, зажаривайте, снимаете. Внутри остается, ну, такое влажное. Ну, как, я говорю, как расставившаяся молочная. Снова жарите. Снова снимаете? Они сказали нет. Каждый год по виду на вечер. Кто чем занимается. Так приятно. Я не увидел. Столько месяцев. Всю зиму мы не сидели у костра, да, с вами? Да. Очень много. И зима такая была суровая. И ветра очень сильные были. То дожди, то ветра, то снег, то мороз. И вот, наконец-то, мы выбрались. Ты что, Кинг-Конг? Нет. О, Хаук. Нет. А Тема у нас учится быть папой. Вообще-то нет. Кстати, это мы, наверное, мы же раньше не показывали, в какой коляске мы этого Максимку вывозим на улицу. У нас вот эта люлечка, что в доме стояла, может, кто видел, кто не видел, это люлька от этой коляски. Это часть коляски. И она либо у нас дома стоит, либо мы ее выносим к коляске и вывозим на улицу Максимку спать. Так что вот такая у нас коляска. Супер трансформер получилась. Очень удобная и дома, и на улице. Это нам дали попользоваться, друзья. И колеса большие, классные. Поэтому, короче, укачивает. Тема молодой папочка. Тут говорят, что, Тема, ты молодой папа, учишься быть папочкой? Конечно, вы у нас все научитесь быть папами и мамами, когда помогаете ухаживать друг за дружкой. Единственное, жалко, что эта коляска не превращается в робота. Вот это вот очень жалко. Сейчас ты такая в робота. Трансформер? Да. Коляска-трансформер! И все, огонь моментально будет готов. Викторине 10 вопросов. Да подожди, они у меня тут конфеты хотят убежать. Убежают конфеты, убежают. Что вы их не съели? Как вы из тюрьмы убегали, так вот конфеты убегают. Так, я буду вам выдавать, Аня, вот твоя ручка, которую ты так искала. О, спасибо. Я буду вам выдавать конфеты на обувь. За каждый правильный ответ вы будете получать конфеты. Викторине 10 вопросов, я читаю вопрос, называю варианты ответов, их 4 по всем вопросам. Вы по очереди говорите варианты ответов, а потом Аня говорит, который был праздник. И говорю о людей, которые получают конфеты. Что такое Пандора? Обитаемый астероид, землеподобная планета, спутник газового гиганта, искусственная планета. Спутник газового гиганта. Все ответили, спутник газового гиганта. Да, я тоже, спутник газового гиганта. Все получают. Все получают, все выиграли? Ура, все получают конфеты, все ко мне подходят за конфетами. Аня здесь такие вопросы задают, что все все отгадывают. Ну, давай, третий вопрос. Кем был брат-близнец Джейка Салли? А. Астронавтом. Б. Военным. С. Инженером. Д. Ученым. 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 Кто, кто? Еще раз. Брат-близнец Джейка Салли. А кем он был? Ученым. Ученым. А разве ученым он был? Ученым. Ну ладно, я тоже с вами буду. Ученый? Все снова получают конфеты? Вот это вы сегодня объедитесь конфетами. Да. Я понял этот подвох. Ане захотелось конфет. И она выдумала все легкие вопросы? Нет, я не выдумала. Я из интернета взяла. А потом придет к братьям и скажет. Так, я вам сделала, чтобы вам конфетки попались? А ну-ка сбросились по одной. Да, да, не, она у нас рекетом не занимается. Я из интернета взяла. Ладно, я Аню буду оправдывать. Она не знала, что в подарок будут конфеты. Так что не надо, не надо. Чем страдает Джейк Салли? Рассеянным склерозом. Ой, так это легко. Пороком сердцем. Прилечем ног. Ноги. Три. Поролечем ног. Что такое Нави? Название планеты на языке аборигенов. Самоназвание аборигенов. Имя вождя Аматикая. Название священного дерева. Название священного дерева. А, Нави? Название священного дерева. Мне тоже кажется, что это дерево. Либо название... А ну, Боря, что ты скажешь? Давай, я тебя хочу послушать. Абориген. Аборигенов. Название аборигенов. Нави это название аборигенов? А я чудо не согласна. А мне, кажется, дерево. Саша, ты что говоришь? Папа к нам пришел греться. Максимку качал? Да, я его комбинезон положил. Уже в дом было прохладно. Воспой, воспой, пусть встает со мной весь этот мир, и небо, и море. Пой, танцуй, и со мной ликуй, я буду петь, ведь Бог мой со мной. В любом бою готов сразиться я, за истину твою, ведь ты ведешь меня. Но знаешь иногда, мой страх в меня сильней, и вера мне нужна. Мое спасение мне, Господь мой, будь со мной. Будь со мной, будь со мной, я прошу, будь со мной, будь со мной, будь со мной. И я молю, будь со мной, дай мне сил, будь со мной, я прошу тебя, будь со мной, мой великий Бог. Время салютов и всяких... Ага, ага. А теперь салют самый большой. Люблю запускать салюты, когда тепло. Не люблю это делать зимой. Кручка. Кручка. Вау. С днем рождения, Тимофей. Напоследок предлагаю я вам поделиться, за что каждый из нас благодарен семье. Не конкретно, мы много говорим о том, да, что мы хорошего видим друг в друге, за что мы благодарны и так далее, что у нас хорошего. А сегодня я предлагаю новую игру поделиться, за что я благодарен в семье целом. Именно благодарен. Именно благодарен. Не что хорошего есть, а именно вот благодарен. Я благодарен за... Да, и вы продолжаете каждый из нас. Давайте я с меня начну, чтобы вы посмотрели, что это, да, и мы по очереди с вами поделимся. У костра так посидим немножечко, расслабимся, подумаем о хорошем. Вы знаете, я сегодня проснулась утром и подумала, я папе тоже, наверное, делилась, я не помню уже, что я насколько вам всем благодарна за то, что вы мне помогаете с Максимкой. Я могу спокойно сходить в душ, я могу пойти приготовить покушать, я могу выспаться с утра. И каждый из вас вносит свою частичку в это. Даже те, кто не может поноситься с Максимкой, все равно там посидят с ним из вас рядом, да, дадут погремушечку, там пустышечку вовремя подадут, колясочку покачают на улице, чтобы он заснул снова. И вот такие моменты крохотные. Я так подумала, думаю, какая у меня классная семья. Какой у меня муж, какие у меня дети. Что бы я без вас сделала в те периоды, когда Максим такой ручной. Поэтому я очень благодарна семье за вот это единство в помощи младшим, с младшими детьми. Анютка помогала с Тёмкой, Пашуня помогала с Сашуне, с Борюсиком, да, ну то есть более старшие вы всегда стараетесь помочь в воспитании маленьких детей. Я вам за это очень благодарна, что вы это делаете. Нам даже не приходится вас об этом просить зачастую, что вы сами предлагаете вот это, да, приходите и говорите, мама, давай я помогу. И для меня это очень ценно. Именно вот ваше желание, когда вы видите, что мне сложно, вы подходите и сами говорите, мам, давай я с ним посижу, давай я ему там, да, побуду с ним, давай я там поношу его. Для меня это очень ценно на самом деле. Я очень ценю за это свою семью. Кто хочет следующий поделиться? Я. Давай, только так, на семью смотри. И ещё я знаю, что у тебя точно ты благодарна. А, да. Когда кто-то тебе делает прическу. А это тоже благодарна я, да. Ну, я вот, я много могу говорить, за что я благодарна семье. Но просто я сегодня, у меня так мысль это возникла, думаю, какая у меня семья классная. И мы все в этом плане сплочённые. Ребят просят, чтобы это осталось в тайне, то, о чём они поделятся личным. А вы пишите в комментариях, что вы думаете, о чём мы делим. А, комментарии у нас закрыты, Паша. В инстаграме пишите, что вы думаете, о чём поделились дети, за что они благодарны нашей семье. Ну, в общем, мы на этом закончим для вас съёмку. А мы ещё здесь посидим, поделимся, кто-то, что благодарен, пооткровенничаем, поискренничаем. В тёплом, возле тёплого костра. Поделимся теплом друг с другом. Ещё раз поздравляем Тимошку. Тём, с днём рождения тебя. С днём рождения! С днём рождения! С 6-го числа ты не получишь свой подарок обязательно. 11 лет тебе. У меня вот костёр поздравляет, летит на меня всякие хлопушки. Ага. Надеемся, что тебе праздник понравился. И мы смогли тебя с подарком разыграть. Получилось? Нет, не получилось. Ты подозревал, да? А я не подозревал, я знал. Я вспомнил эту ситуацию, когда вы спрашивали на день рождения, его разыграли с гантелями. А мы его так хотели разыграть, и не получилось. Он всё равно подозревал, что... Он говорит, я знал, что вы не такие жестокие. Так что это... Ну всё тогда, пока-пока. Давайте всем мельцикам. Пока! Ой, ты меня не достала. Давай, пока-пока-пока-пока, говори, пока! А-а-а, да я не достала. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok